Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком». Девятый том. Вопрос 2263. Средством массовой информации много писали о готовящемся слиянии зарубежной церкви с патриархией. Вы не пытались что-то на эту тему написать в газетку? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Так получилось, что в местной газете появилась статья, совсем уж неграмотно написанная. Я тут же позвонил главному редактору Скрипину, ЕВ, и рассказал ему об этом. Он попросил написать наши возражения, я не обязательно его напечатаю. Я переговорил с отцом Нафанаилом и попросил его написать, что он сделал, и сам же он отнес статью в редакцию. «Русская зарубежная церковь. Мы жаждем единства во Христе». В газете «Вещерний Барнаул» за 21 ноября 2003 года была напечатана подборка материалов под названием «Православные всех стран объединяйтесь», составленная Виктором Зубенко и посвященная начавшемуся диалогу между Русской Православной Церковью за границей и Русской Православной Церковью в Московской Патриархии. Автор показал свою полную некомпетентность в данном вопросе и грубо исказил факты, касающейся и истории Православной Церкви в России и сложного процесса диалога между двумя составляющимися Русскому Православию. В частности, даже о местной общине РПЦЗ он заметил, что она, к сожалению, принадлежит к другой половине РПЦЗ, которая не желает сближения РПЦ. Между тем, Барнаульская Крестовызвиженская община относится как раз к той части зарубежной церкви, которая под руководством митрополита Лавра начала диалог с Московской Патриархией. Но это детали. В чем главная причина разделения РПЦ-МП и РПЦЗ в прошлом и сегодня? Во-первых, не все читатели знают, что такое РПЦЗ. Это церковь русской после революционной многомиллионной иммиграции до 7 миллионов. Но разделение между этими частями нашей церкви началось не сразу после Гражданской войны, как пишет гражданин Зубенко. И более того, зарубежная русская церковь никогда не вступала в жесткую конфронтацию с осколками церкви на родине. Ситуация в России была следующая. Большевистский террор по отношению к церкви был таков, что почти все епископы, большая часть священников, те, которые не были расстреляны, находили в ссылках и тюрьмах. Церковное управление было совершенно расстроено. Церкви пришлось уходить в подполье, в катакомбы. Советская власть отказывалась даже просто регистрировать православную церковь, как религиозную организацию. Тогда заместитель местоблюстителя Патриаршего, престол митрополит Сергий Строгородский, выпущенный из тюрьмы, отнюдь не местоблюститель, как пишет господин Зубенко. Настоящий местоблюститель находился в ссылке на севере. Принимает в 1927 году известную декларацию о лояльности советской власти. Речь в этой декларации шла отнюдь не о лояльности, а о своей лояльности советской власти от имени православной церкви, заявил еще патриарх Тихон. В декларации же Родина и советское государство практически отождествлялись защита Родины. Патриотизм и защита советской власти рассматривались как одно и то же. Более того, митрополит Сергий от имени церкви благодарил правительство за заботы о нуждах верующих. Говорил, что в Советском Союзе нет страдающих за веру, а репрессии происходят по политическим причинам. То есть, впервые за 2000 лет случилось так, что церковь Христова отреклась от своих мучеников, не прославила их, но еще и обвела их гражданскими преступниками. Можем ли мы осудить человека, прошедшего советскую тюрьму, вероятно, желавшего помочь в церкви за открытую ложь, за предательство нам мучеников российских? Бог ему судья. Но сам принцип спасительности, лжи и предательства был осужден тогда же осколками русской церкви. Более 60 русских епископов в России, многие из которых находились в советских лагерях и ссылках, не приняли декларацию митрополита Сергия. Митрополит Сергий пошел еще дальше, и от российских и от зарубежных епископов стал требовать подписки в лояльности советской власти. Естественно, что православные, ушедшие с белой армии за границу, с негодованием отвергли предложение быть лояльными власти, надругавшись над их родиной, осудили декларацию как неслыханный и неестественный союз между безбожной властью и Святой Православной Церковью. ИРПЦЗ оставалась в очень теплых отношениях с православными народами, большинство из которых не приняли эту декларацию. Но даже и эта предательская декларация не спасла церковь. В первую очередь, родная, в кавычках, советская власть уничтожила, конечно, тех, кто не принял декларации, а затем и принявших, а после и обновленцев, и баптистов, и иудеев, и мусульман, и старых большевиков и так далее. В итоге, в 1938 году почти все храмы были закрыты. На свободе оставался только митрополит Сергий с несколькими епископами. Продолжавши спасать церковь заявлениями, в кавычках, спасать церковь, что в СССР гонений на веру нет. Итак, церковь начала войны была разгромлена и непокорной, и лояльной гнили в лагерях. В начале войны митрополит Сергий проявляет себя как горячий русский и советский патриот. И в 1943 году Сталин и Берия принимают трех митрополитов Сергия, Алексия и Николая. Разрешает создать московскую патриархию, единогласно избрать в патриархии митрополита Сергия, вопреки каноническим правилам. Естественно, что такое избрание иерархии РПЦЗ было признано незаконным. С этого времени церковная организация, возродившаяся под названием московской патриархии, живет под бдительным оком компетентных органов. Все назначения епископов и священников строго контролируются. В итоге в пробирках КГБ выводится новый тип советского священника. Без инициативного, равнодушного, не склонного проповеди, забывшего канонов. Книга правил не издавалась более 70 лет. Очевидцы рассказывают, выходит такой священник после ритургии нам вон, в Омской епархии, и объявляет, а сегодня будет отслужен благодарственный молебен в честь годовщины Великой Октябрьской революции. Вдавава ко всему в начале 1960-х годов московская патриархия вступает в экуменическое движение Всемирный совет церквей. Конечно, если бы епископы московской патриархии в этом совете ограничивались только смелым в кавычках обличением американского империализма, их можно было бы понять, заставили. Но они идут дальше, участвуют в совместных молениях и богослужениях не только с сынославными, но и не с христианами, что в принципе противоречит православному вероучению и канонам, и к чему их никто не принуждал. Здесь появляется еще один камень преткновения для объединения РПЦЗ. Итак, с сегодняшнего времени остались два серьезных препятствия для объединения участия МП в экуменическом движении, и нежелания отказаться от печального принципа декларации митрополита Сергия допустимости лжи во спасении церкви. Последний момент очень серьезный. По канонам Седьмого Вселенского Собора Третье правило, конечно, высшее руководство московской патриархии должно уйти в отставку по причине своей агентурной причастности к известным органам. На сегодня известны клички патриарха Алексия Второго, митрополита Кирилла, митрополита Петерима, митрополита Ювеналия, митрополита Филарета, митрополита Мефодия и других. Но даже если мы не будем так строгих падшим, чтобы принуждать их покинуть теплые места, мы должны потребовать хотя бы одного, чтобы они хоть на словах осудили прошлое, ложь и неправду, если не свои, то своих предшественников. Библия говорит, в лже свидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Притча 19.9. Всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серую. Это смерть вторая. Откровение 21.8. О какой консолидации общества, о каком возрождении России может идти речь, если православная церковь, совесть России тяжело больна? Мне лично не раз приходилось столкнуться с беззастенчиво лгущими епископами и священниками. Даже на суде они способны менять показания. Сегодня говорить одно, а завтра другое. Это говорит о том, что необходимы самые серьезные изменения в душах православных людей. Я уж не говорю о неверующих гражданах нашей страны. Если патриарх сегодня поддерживает советскую власть, завтра дружит с Ельцином, послезавтра с Путиным, если вчера он осуждает западный империализм, а сегодня приветствует миротворческие процессы в Европе и так далее, то о какой совести можно говорить? Можно только пожалиться, что не способна церковь ни не родить таких людей, как митрополит Филипп, обличавший Яна Грозного, или святой Арсений, обличавший Екатерину Вторую. Можно понять нашего дорогого президента Путина, заботящегося о единстве российского народа. Он, говорят, даже причащается в алтаре Храма Христа Спасителя, но это не мешает ему возжигать и ритуальный семисвечник еврейской синагоги, за что он немедленно должен быть тем же патриархом, отлучен от церкви. Вероятно, президент сделает еще немало для процветания России, но какое отношение он имеет к православной церкви? В конце концов, оставив в покое историю, давайте посмотрим на сегодняшний день, куда нам идти. Замечательно было бы объединиться, вместе строить православную Россию. Но дело ведь не в том только, чтобы примирить высокопоставленных церковных руководителей из Москвы и из Нью-Йорка. Перед нашей церковью сейчас стоит более серьезная проблема. Либо мы традиционно одобряемся любую инициативу государственной власти, исходящую от православного царя Ли, или Ленина, Сталина, Брежнева, Горбачева, Ельцина, Путина, как делала эта церковь последние полторы тысячи лет. Тогда стоит объединиться, чтобы одобряемся был более дружным. И мы дружно всей страной будем шагать в том направлении, в котором нас поведет очередной великий кормчий. Причем и направление, в котором мы должны маршировать стройными, очень ясно теперь вырисовывается мировая глобализация и включение России в мировую экономику в качестве сырьевого придатка. Либо мы все-таки сумеем увидеть реальные проблемы, стоящие перед православной церковью. Духовная безграмотность прихожан и равнодушное самодурство духовенством. В этом случае, если мы окажемся способны увидеть это, то давайте заявим на весь свет, что нужно любить Христа, жить по Евангелию и никогда не лгать, даже если это грозит смертью. Этим мы заложим самое прочное основание для духовного возрождения России во Христе. Сегодня в Православной Церкви Московской Патриархии ежедневно нарушается более половины существующих православных канонов. Ложь и приспособничество стали нормой для православных. На этой ли основе мы должны объединиться? Или все-таки на основе Евангелия? Святой Григорий Богослов говорил, что лучший брань, нежели мир, уводящий от Бога. Поэтому от имени прихода в зарубежной церкви на Алтае, можем сказать, иерархии Московской Патриархии, мы жаждем единства наших церквей во Христе. Но сделайте хоть небольшие реальные шаги для достижения этого единства. Первое. Заявите на весь мир, что для вас, епископов, православные каноны незыблемы и обязательны для исполнения. Второе. Выйдите из Всемирного Совета Церквей, этого предтечи Всемирной Единой Церкви Антихриста. Третье. В принципе, осудите ложь и предательство во благо церкви. Скажите, что всякий христианин обязан не повиноваться власти, если власть требует поступать против совести и Евангелия. И тогда не будет никаких препятствий для нашего братского общения. Иеромонах Нафанил Судников РПЦЗ Барнаул. Напечатано в Вечернем Барнауле в сокращенном виде. 28 ноября 2003 года, страница 20. Жаждем единства во Христе. Так хочется не заклова глоток. Пошире дверь открыть, устав с просонья. Но полчища москитов течет на самотек. Уж лучше с доморощенную волонью. Одну из двух глотай в пустыне воздух. Не находя на горизонте пальм или, согласись, пока еще не поздно. Войти к арабам, где и снимут скальп. Заела мошкара сектантских книжек. Высасывая жизненные силы, заморенный мед со травой лижут. Нам про отцы свое не накопили? Где пастыри? Их сетка от москитов. Они забились вглубь монастырей. По житьям их скидская защита. Введение в созерцаниях средь зверей. А здесь в миру заморские святыни расклеены на всех столбах-хвостах. Кровь в жилах нерожденного застынет. И не спасет их никакой гострах. Врачами мыслятся ученые-попы. Не делают прививок прихожанам. И потому в доход, в расход гробы, добитые сектантскими ножами. Обрезаны, зарезанных тьмы тем. Ввину в укор волкам в овечьей шкуре. Упертые во внешнее в языческий тотем. Беспомощные в поступившей буре. Поступившей буре. Миссионеров нет и не забрежит свет. Неутоленный жаждой воспользуется недруг. Феофилак болгарский. Неси новый завет. Пока попы кодилам дымным вертят. Так хочется чистейшего глотка. От православия божественных словес. Без научения души с молотка. Транжирит эритический балбес. 19.05.04. Игла.